Хорошо. Ладно, итак, наше размышление. Это оборотни христианства или антиевангелия. Я хотел бы, знаете, с чего начать? Спросить, вот я зачитаю вам ряд таких слов, которые, слова, которые определяют определенные категории людей, да? Вот, и вот эти слова шпион, оборотень, диверсант, лицемер, волшебник, царевна-лягушка. Что объединяет все эти, вот, все эти, как бы, слова, не слова, а героев, понятия, да? Что объединяет все эти понятия? Превращение, перевоплощение, измена. Что еще, кто хотел бы что-то сказать? Что объединяет все эти понятия? Они не те, кем являются на самом деле. Они не те, кем являются на самом деле, да? Вот, обман, вот, или двойная жизнь, да, как бы, жизнь, вот, и, ну, как бы, несколько жизней в одной личности, да? Как бы, несколько ролей, правильно я буду сказать, в одной жизни. Вы кто-нибудь смотрели фильм, вот, «Хроники на армии»? «Лев», «Шкаф» и «Колдуня», да? Смотрели? А книгу, а кто смотрел? Поднимите руку, кто смотрел? Немного, да? А кто книгу читал? Знаете, вообще, читали книгу, да? «Лев», «Колдуня», «Плотяной шкаф». Вот так вот. Да, эту книгу написал Клайв Льюис, и вы знаете, кому он посвятил эту книгу? Своей племяннице Люси. Написал эту книгу в 1950 году, если не ошибаюсь. И эта книга, есть два рейтинга, таких очень серьезных. Это рейтинг журнала «Таймс», и по рейтингу 100 самых популярных книг Америки на английском языке. Вот, эта книга занимает, вот, сейчас скажу, какое, девятое, да? Я говорил тогда, но, в общем, я забыл. Оля, мы ее запомнили, я ей недавно говорил, да? Нет, в общем, она в числе этих ста книг. А вот по рейтингу BBC, по рейтингу BBC из 200 самых мировых книг, самых лучших книг во всем мире, она занимает девятое место. Из всех книг мира. Она занимает девятая книга, это по рейтингу BBC. Так вот, в этой книге, там есть такой сюжет, кто читал книгу, или кто, может быть, по фильму, помните, когда... Там четыре героя таких вот, да? У нас Эдмунд, Люси, Питер и Сьюзан. Ну, у них там вначале чуть другие были имена, потом автор их изменил. В общем, будем говорить, как есть на данный момент. И они попадают в страну Нарнию через этот плотяной шкаф. И тот сюжет, когда они оказываются в доме Бобра и Бобрихи. Помните? Ну, кто смотрел, кто читал. Вот там происходит диалог. Интересный диалог. Я хочу вам эпизод из этого диалога, как бы, в тему нашу прочитать. Итак, когда они попадают в дом гостеприимного и дружелюбного Бобра, который на их стороне, в Бобрихе его жены, они их угощанием, ну, принимают, угощают, прячут от колдуни. И они, пока что, всех четверых, потом Эдмунд во время разговора, он там уйдет, как предатель, чтобы предать своих братьев и сестер. Но вот пока они там беседуют, этот Бобр рассказывает о том пророчестве, которое есть в этой стране, о том, что есть этот замок Кэмп-Аравел, на котором должны воссесть два царя и две царицы. Два короля и две царицы. И это должны быть дети Адама и дочери Евы. Как бы люди. То есть вся страна Нарния, она не имеет там, это все такие, как бы, сказочные персонажи, и нет людей в этой стране. И вот когда появятся люди, именно люди, тогда наступит мир. Ну, придет там, как бы, ихний творец, это Аслан, мы не будем говорить о том, что вкладывал в эти все образы Клайф-Люис. Ну, вот Бобр объясняет им об этом, они пока этого ничего не понимают. Он говорит, вот Аслан приближается, сила колдунья уже уменьшается, они не понимают, и происходит с ним вот такой диалог. И вот в этом диалоге следующая речь. Вот этого я и не понимаю, мистер Бобр, сказал Питер. «Разве сама белая колдунья не человек?» «Она хотела бы, чтобы мы в это верили», сказал мистер Бобр. И именно поэтому она претендует на королевский престол. Но она не дочь Адама и Евы. Она произошла от вашего праотца Адама. Здесь мистер Бобр поклонился. И его первой жены Лилит. А Лилит была джиншей. Вот какие у нее предки, с одной стороны. А с другой, она происходит от великанов. «Нет, в колдунье мало настоящей человеческой крови», ну так Бобр объясняет этому Питеру. «Потому-то она такая злая, мистер Бобр, сказала миссис Бобриха. От кончиков волос до кончиков ногтей». «Истинная правда, миссис Бобриха», отвечал он. «Насчет людей может быть два мнения. Не в обиду будет сказано всем присутствующим». Ну, четверо же люди стоят. И Бобр как бы извиняется. И говорит, что насчет людей не может быть два мнения. Но насчет тех, кто по виду человека, на самом деле нет. Двух мнений быть не может. И вот мы сейчас чуть ниже дальше продолжим читать. Поставьте вместо слова «человек» или «люди», «христианин». Как бы по поводу «христианин» двух мнений быть не может. Он или христианин, или нет. И вот эта колдунья, она выдает себя как бы за человека, но по сути, Бобр говорит, что она не есть человек, но претендует. И поэтому, когда она узнала, что попали в Нарнию люди, сыны Адама и Евы, она запереживала, потому что она претендует на этот престол. И Бобр продолжает, говоря, ну, Бобриха, «я знавала хороших гномов», сказала миссис Бобриха. «Я тоже», если уже о том зашла речь, отозвался ее муж. «Но только немногих». «И как раз из тех, кто меньше всего был похож на людей». То есть они здесь уже ставят в сравнении человека с гномами. А вы, если читали, да, или смотрели фильм, там гномы, гномы именно в этой книге или в этом фильме, они представлены как бы на стороне колдунья гномы. А здесь Бобр говорит, «я встречал и неплохих». Вот, если уж сравнивать с людьми. И он говорит, «А вообще послушайтесь моего совета. Если вы встретили кого-нибудь, кто собирается стать человеком, но еще им не стал, а вы пробуете вместо слова «человек» христианин, да, встанет? Или был человеком раньше, но перестал им быть. Или должен был бы быть человеком, но не человек. Не спускайте с него глаз и держите под рукой боевой топорик. Вот потому-то колдунья – получеловек. Она все время на стороже, как бы в Нарвине не появились настоящие люди. Она поджидала вас все эти годы. А если бы ей стало известно, что вас четверо, вы оказались бы в еще большей опасности. Ну, и так далее. Таким образом, в этом диалоге мы видим, что даже вот Клайв Льюис, даже в этом рассказе показывает проблему понимания или как бы того, что порой люди ведут себя совсем не по-людски, да, и на примере вот таких сказочных персонажей показывают эту вот метафорическую такую иллюстрацию. В жизни происходит так, что порой… Знаете, есть такая пословица – «назвался груздем» или как там? – Полезает. – Вот так вот, да? Да, вот. Назвался христианином, то от тебя что ожидается? Да, как бы соответствующий образ жизни, мышления, поведения. Хотя не ожидается, конечно, что вы напрягаться будете. Конечно, это вопрос библейский, вопрос следствия уже, причины и следствия. То есть, если Иисус говорит, «Если вы во мне, то вы меняетесь, да?» Но, с другой стороны, если ты уж назвался христианином, то для людей вокруг тебя, они ожидают, что ты, ну, как бы христианин, если ты называешься христианином. В Библии, мы уже говорили сегодня предварительно, есть такое понимание слова, как «евангелие», греческое слово, да, которое переводится «добровис», это не новость для вас. Но вот функция, функциональное, как бы назначение «евангелия» – это весть о живом, истинном и любящем Боге. И назначение этого «евангелия» – помочь творению объединиться со своим Творцом. А грешнику, или, ну, падшему творению, да, которое есть по сути творение, объединиться со своим Спасителем. И, ну, я, чтобы не занимать ваше время, так по памяти скажу, что большая часть Ветхого Завета, где Бог употребляет такие эпитеты или обороты речи, когда говорит «Я целый день, да, с раннего утра искал вас, я простирал к вам руки». У пророка Ось он говорит «Любовью человеческую, да, я влёк вас к себе». «Издали явился мне Господь и сказал «Любовью вечной возлюбил тебя». И так, таких вот оборотов речи, где Бог показывает, что всё его желание – это что? Приблизить человека к себе. Потом идея построения скини, где Бог говорит «Я хочу обитать среди своего народа, я хочу быть со своим народом». И это всё через весь Ветхий Завет, через весь Новый Завет. Идея Нового Завета, когда Христос приходит и становится одно с нами, когда Бог среди нас. всё на то, чтобы объединить. Это Евангелие. Вот это функциональное назначение Евангелия. А антиевангелие – это действие, любое действие, которое что делает? Разделяет. Которое вызывает у людей антипатию к Богу. Такое чувство отвращения вообще к христианству. Вы знаете, что в истории были такие массовые антиевангелия. Вы можете примерно сказать, ну, кратко, что это за массовые антиевангелия в истории христианства? Крестные походы, да? Что ещё? Инквизиция. А? В кавычках «святая инквизиция». Есть католицизм. А? Есть католицизм. Ну, и много-много чего подобного, другого, да? Вот. В истории были такие моменты от Евангелия такого масштабного назначения. Так вот, однажды, ну, сам, конечно, Господь очень переживает. Вы знаете, для меня, я никогда на это особо внимания не обращал, но когда стал задумываться, вот, что если соль потеряла свою силу, когда Иисус говорит, «Вы соль, вы свет». А что если потеряла силу? Какое тогда оно оказывает своё действие, своё влияние? Я не могу этого, конечно, представить. Как-то когда-то, Саша говорит, если соль потеряет силу, то, ну, вот формула соли, если её изменить, хотя бы хоть как-то, хоть чуть-чуть, то это уже по сути своей что? Это не соль. Это что угодно, но не соль. И когда Иисус говорит, «Вы соль в земле». Если вы перестали быть солью, то вы что угодно. Или как Бобр говорит, «Колдунья хочет, чтобы мы верили, что она, но она не человек». Может быть, в ней есть что-то внешне человеческое, но она не человек. И проблема, которая есть среди Божьего народа, когда мы хотим, чтобы о нас думали, что мы христиане, но мы не христиане порой, да, по своему поведению. И вот когда такое случается, вы знаете, что это огромная боль для Господа, огромное его переживание. И Моисей очень в своих... Были два случая, когда Моисей сходил с горы. Кто помнит, что произошло, когда Моисей получил скрыжили и спускался с горы? Кто помнит? Руку поднимите. Ну, получил первый раз скрыжили, да, и спускался с горы. Кто помнит? Вы можете сказать, пожалуйста, что там произошло? Ну, народ отошел от Бога. Так, и что потом? Он построил еще баланс. Так, и какое решение принял Бог? Кто помнит? Какое решение принимает Господь? Что Господь принимает? Какое решение? Нет, это не Господь принимает решение, это Моисей принимает решение. А Господь какое решение принимает? Уничтожить. Уничтожить. Да, а это принял решение Господь, да? Говорит, давай, я сейчас новый народ воспроизведу от тебя. А что делает Моисей? О чем он переживает? Кто помнит? О чем больше всего Моисей переживал? В этом народе-то не уехал. Не о народе. Ну, о народе понятно. Там и меня вычеркни, если что. Он там говорит, что скажут о тебе те народы, которые, они будут говорить, ты вывел их, и я, да, и вот они скажут, он вывел их, а спасти что? Да, и что о тебе скажут другие народы? И потом вторая подобная ситуация была в пустыне. Вот, это первая ситуация, это книга «Исход», 32 глава, а вторая ситуация, это книга «Чисел», 14 глава. Можешь кто-то открыть книгу «Чисел», 14 главу? Первая, это так для вас, чтобы вы могли себе отмыкить, исход 32, с 9 по 14 стих. А вторая, подобная этой ситуация, числа 14 глава, 11-19. Ну, там почти то же самое происходит. Тоже Господь говорит, я истреблю этот народ, за то, что они ропот свой поднимают. И Моисей опять вступает, и опять говорит, что о тебе скажут египтяне, из рабства которых ты вывел свой народ, что они о тебе скажут? Что они будут думать о таком Боге? Числа, нет, не вторая глава, числа 14 глава, с 11 по 19 стих. Итак, у Бога есть особое переживание о своем имени. Как вы думаете, почему? Почему он так переживает о своем имени? Ну, я не как свидетели башни говорю, там именно аббревиатура, а вообще об имени как, ну, как, ну, не то чтобы авторитет, а истина его характера, да, открывается в его имени, о поведении его в имени. Как вы думаете, почему Бог так об этом переживает? Как люди будут знать его имя, его самого? Настоящая слава Бога, вот, говорит Николай, привлекает, или человека к нему, да? Почему Бог так переживает о своем имени? А в чем суть святости? Имя привлекает, имя дает спасение, вот, и ветерок нам, хорошо. Еще, как вы думаете, почему, вот там заднее крыло, почему Бог так переживает о своем имени? Вы сильно переживаете о статусе своей фамилии? Поднимите руку, кто из вас поменял свою фамилию, принудительно пошел, заплатил деньги, поменял свою фамилию в паспорте, потому что она ему не нравится. Жена, это вынужденная. Да, молчок, я поменял. Хорошо. Хорошо. Смотрите, Павел Апостол Павел говорит, вот ты называешься Иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю его, и разумеешь лучше, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник-невешт, учитель младенцев, имеющий в законе образец видений и истины. И вот здесь, как бы, вот эта прелюдия к вступлению в основную мысль, он говорит, вот ты назвался кем, ну, если так образно говоря, христианином, или ты назвался тем, кто знает Бога. А тебя определенные люди ожидают. Ожидают чего? Что ты вот наставник, ты учитель, ты образец. Но, как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуешь, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулиться у язычников. Вот Павел как бы задает вопрос, как вообще такое может быть? Как такое может быть, что человек, который говорит, что знает Бога, но его знание Бога не приближает других к Богу, а что делает? Вызывает антипатию, вообще ненависть к Богу. Как вообще такое может, оно в понятие не вмещается? И подобная идея уже не от имени Павла, а сам Господь в послании Иеремии, 36 глава, послание Иеремии, это Ветхий Завет, 36 глава, где Бог передает свою боль по этой проблеме. Иезекииля, прошу прощения, 36 глава. Иезекииля, 36 глава. Иезекииля, 36, 16 стиха. Мы прочитаем часть отрывка. В этих словах вот такое идет обращение, нечто подобное, как при потопе, когда Моисей пишет, что Бог раскаялся, Бог рассказал, что создал человека. И вот здесь идет такое описание Бога, что Бог испытывает сердечную боль, именно за то, как имя его, понимание его характера в этом имени. Бесславься среди язычников, когда люди, которые могли бы быть привлечены к Богу, смотря на Божий народ, наоборот, не имеют никакого желания. Наоборот, они хотят вообще ничего общего с этим не иметь. «И было ко мне слово Господне». Ну, может быть, кто-то, кто взял Библию, прочитает. Иезекииля, 36 глава, 16 стиха. Кто хочет прочитать? Пожалуйста. По 22 стих, может быть. «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими». Громче. Сын человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их перед лицом моим был, как нечистота женщины во время очищения ее. И я излил на них гнев мой за кровь, который они проливали на этой земле, из-за того, что они оскверняли ее идолами своими. И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям, и судил их по путям их и по делам их. И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили Святое Имя Мое. Потому что о них говорят, они народ Господа, и вышли из земли его. И пожалел я Святое Имя Мое, которое обесславил дом Израилеву народов, куда пришел. Посему скажи Дому Израилю, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради Святого Имени Моего, которое вы обесславили и народов, куда пришли. И я свящу... Все, все, спасибо. Вот 22. То есть смотрите, вот сегодня Саша так говорил в теме, что про Иону, когда мы изучали, что вот порой кажется, что трудности испытания или наказания, они меняют людей. Но в этом отрывке, что Господь говорит? Вы вели себя плохо, вы нарушали завет Мой, и я вас рассеял по другим народам, в плен. То есть как бы вот допустил наказание, скажите, вот в этом отрывке Языкиль говорит, принесло наказание какой-то результат? изменило оно народ Божий? Ну как вы смотрите в отрывке? Изменило или не изменило? Да, не изменило. А они находятся в плену, и находясь в плену, что они там делают? Еще хуже себя начинают вести. И Господь переживает и говорит, вот имя Мое в поругании у народов. А как язычники окружающие народы воспринимают этих пленников? Как они их называют? Посмотрите в этот отрывок. Но я специально вам не говорю, чтобы вы не заснули. А? Ну-ну-ну, найдите этот текст. Они говорят, кто они? А они народ Господа. Обратите внимание, языческие народы, среди которых находятся пленники иудеи, они понимают, что это не обычный народ. И они говорят, это народ Господа. И Господь ожидает, что там, находясь в плену, находясь в этих трудностях, они как бы изменятся. Но вместо того, чтобы измениться, вместо того, чтобы что-то осмыслить в своей жизни, они продолжают еще хуже себя вести, и подражать, ну, такое есть выражение, в Ветхом Завете Бог часто его употребляет, подражать мерзостям тех народов, да, куда вы попали. И тогда имя Божье бесславится. Он говорит, я переживаю. Но опять задаю вопрос, почему Бог об этом переживает? Почему Бог переживает больше не о своем народе, а о своем имени в данной ситуации, в данном отрывке? То есть, вот здесь отвечаю, что из-за того, что народ неправильно представляет имя Божье, поэтому люди не приходят к Богу, а следствие неправильного понимания Бога к чему приводит? Вы же представляете, что когда придет день решения судьбы каждого человека, от того, как ты понимал Бога, как ты знал, ведь смотрите, то, что формирует нашу жизнь? Характер. Нет, не характер. Характер не формирует. Не обстоятельства. Знания. Знания, определенные знания формируют что? Нашу жизнь. Наш характер. То, что у меня здесь вложено в моем сознании, то, что является для меня приоритетами, что для меня является ценностью, что для меня является как в рассказе, что есть хорошо, а что есть плохо. Вот, понимание этих факторов формирует мою жизнь, лепит как бы мою жизнь, направляет мою жизнь. Понимание то, каков есть Бог, и кто Он такой вообще, оно ведет меня или к спасению, или не к спасению. И Бог об этом очень переживает, и это переживание, оно очень хорошо отражено в другом отрывке. Это отрывок Вторая книга царств, 12 глава. Однажды царь Давид в своей жизни сделал ошибку, самую большую ошибку за всю свою жизнь. Что это за ошибка была? Молодежь, кто помнит? Версавия. Это Версавия. Да, он взял себе женщину, чужую жену, Версавию, согрешил с ней. Вы помните, сколько примерно времени Бог дал ему на размышления для покаяния, чтобы потом прийти и обличить его? Около года. Почти год Бог дал Давиду возможность размышлять. И после длительного размышления, после длительной такой паузы, а как вы думаете, вообще в народе знали о том, что произошло? Или это все было шито-крытое. Когда проходит это длительное время, вторая книга царей, приходит эта 12 глава. Два текста, кто хочет громко прочитать? 13-14 стих. Ну или микрофон, готов я дать. Второй царств, 12 глава, 13-14 стих. Я не знаю, всем ли было слышно, но кому было не слышно, кто взял с собой Библию, я просил, вы проследите, да, проследили. Итак, смотрите, Давид допускает в своей жизни серьезный грех, ошибку, согрешил. Царь, лидер, образец. Вспоминаем послание о Рюмне, вам только что читали Павла. Ты называешься кем? Иудеем. Ты для окружающих кто? Образец, наставник, учитель. Вот Давид такой. Он допускает эту ошибку. Все это же видят прекрасно, все это знают, тем более он дал повеление определенным вот как бы коллегам своим, прислугам своим, да, в команде своей. Он приходит, приходит на фан, говорит ему, помните, иллюстрацию, такой рассказ, помните, какой рассказ? Про двух людей, богатого и слугу, и про овечку, слуги, единственную, которая росла вместе с семьей. Когда Давид послушал этот рассказ, что он испытал? Какие чувства в нем проснулись? Негативные чувства, такие чувства, скажем так, справедливости. И тогда на фан посмотрел ему в глаза и говорит, что ты тот человек. И Давид кается. Ну, казалось бы, что трудного? Ну, вот покаялся, и Господу трудно простить его или нетрудно? Нетрудно. Но есть проблема. Какая? В чем суть этой проблемы? Вот то, что мы прочитали. 14 стих. В чем суть проблемы? Ты то покаялся, ты то изменился. Это понятно, говорит Господь. Но а те люди, которые знают об этом, что случилось? То есть Бог о чем переживает? Не о том, что Давид не сможет покаяться, а о том, что те люди, которые там вокруг видели и пошли с этой мыслью, они могут никогда больше не прийти ко спасению. Никогда. И Он говорит, я-то тебя прощаю, ты не умрешь, но ты будешь нести наказание, умрет сын твой за то, что ты дал повод другим людям и повод какой? Что делать? Неправильно, скажем так, перефразировано на современное понимание, ты дал повод людям неправильно обо мне думать. Дал повод людям неправильно обо мне думать. И вот эта боль Господа, и Он думает, как изменить? Вот что бы вы сделали с такими людьми, с такими христианами, с таким народом, если бы ваше имя порочили перед всеми, унижали, и жизнь людей от этого бы зависела? Что бы, если бы у вас была власть, как у Бога, что бы вы делали? И наказывать уже наказывали, и в плен уже посылали. Кто из вас помнит обетование из пророка Иезекииля 36 главы «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти сердце каменное», помните? А кто, вы помните, кто поднимет руку, кто помнит это обещание? Вообще, хоть чуть-чуть частично, кто его помнит? А кто из присутствующих может сказать, в каком контексте сказано или зачем, кому оно сказано, это обещание? Очень часто мы это обещание встречаем на открыточках, в книгах, в письмах, в пожеланиях, в смсках иногда нам присылают. Но кто-нибудь из сидячих знает, кому оно адресовано, это обещание, и в каком контексте? Да, и вы уже догадываетесь, потому что часть мы уже прочитали. Это обещание направлено именно тем, которые обесславили имя Господа Бога. Давайте мы прочитаем этот второй кусочек. Это 36 глава Езекииля, 23-33. С 23 по 33 стих. То есть мы остановились на том, что Господь говорит в 22 стихе, что я сделаю это не ради вас, а ради святого имени моего. И потом говорит, что он сделает? Я освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его. И узнает народы, что я Господь, говорит Господь. Бог, когда я влю на вас святость, мой пред глазами их, и возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и тух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. Ну и дальше он говорит о некоторых обетованиях, обещаниях и благословениях. И вот 31 стих. Тогда вспомните о злых путях ваших, но понятно, о чем речь. Что за злые пути ваши? То есть определенные поступки, которые обесславили, представляли Бога в неправильном свете, в неправильном понимании для окружающих их народов. И почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваши и за мерзости ваши. И 32 стих он опять повторяет, не ради вас я сделаю это, говорит Господь. Бог да будет вам известно. не ради вас, ради святого имени своего. Почему не ради вас? Разве не важно спасти народ? Почему именно ради имени? Почему не ради народа? кто еще? Почему не ради народа, а ради имени своего? Как-то так вот некорыстно Бог поступает. но вот представьте, что каждому из вас Господь говорит, я спасаю тебя не ради тебя, а ради своего имени. Как бы вы себе? Вот обычно мы привыкли к таким эпитодам, Бог тебя любит, Он умер за тебя. А тут Бог говорит наоборот, не ради вас, ради себя, ради своего имени. Почему? Так, хорошо. Еще кто как думает? Почему так? Тогда Он бы сам не соответствовал том имени, которое Он бы... Если бы Бог так и посвятил. Угу. Так, хорошо. Так, хорошо. Так, хорошо. Если Бог бы менял свое решение каждый раз от ситуации, Он мне бы был Богом. И как мы могли бы верить ему, если Он сам этого люблю, этого не люблю. Смотрите, Бог спасает свой народ. Но они выходят, допустим, Он их возвращает, но они так и не понимают, какой Бог. Не понимают его. Не понимают суть его характера, его планов, его отношения. Что изменится в Божьем народе? Да ничего. Они как были тем, кто есть, так и будут. Но если внутри там Бог изменит их, изменит что прежде всего? Он говорит, я возьму что? Да, ваш внутренний стержень нужно изменить. И когда вы станете другими, когда вы будете видеть так, как вижу я, да, Он говорит, когда вы посмотрите, повернетесь, посмотрите на вашу жизнь, на ваши поступки. А помните, когда апостол Павел там вот в Пасании в Тимофею, и Петр там немножко употребляет, когда говорит, вспомните, что и вы были когда-то что? Когда-то такими же. Но Бог что? Очистил вас, омыл, освятил эти первые дети Божьи. Теперь будут совсем другие люди. И вот здесь это обещание, это тот путь, которым Бог пытается сохранить свое имя. Почему? Потому что если просто спасти народ ради народа, но ничего не изменится. Они так дальше будут поступать, и все равно придут к погибели. Но если и народ поймет, кто есть Господь, в чем суть этого имени, что есть Бог, кто Он есть, и они изменятся, тогда их влияние, то, что люди ожидают, говоря, это народ Господа, оно будет оказывать свое благотворное влияние. Поэтому для Бога это очень важно. В моей жизни был один такой случай, это самый такой печальный случай до сегодняшнего дня, когда я был в армии. Вот, это, наверное, 96-й год, был 1996-й год. Вот, я находился в командировке старшим сержантом, и к нам в взвод приехал один бывший курсант. Я так и не знаю, по какой причине его из курсантского училища перевели к нам. Вот, я был в страйбате, так как меня из боевых частей как нежелательный элемент перевели в страйбат, как верующего человека. Вот, и вот он приезжает. Сегодня, допустим, вечером, вечером он приехал, его привезли. Прапорщик вручил его мне, говорит, вот, это по твоей ответственности, вот, приведи его, познакомься с ним. Я познакомился, его звали Вадим. Мы были одногодки, одного призыва, но он только, вот, я же говорю, он учился в курсантском училище. Может быть, что-то случилось, где-то попал, я не знаю, что-то проштрафился, и его в страйбат. И он мне показывает фотографию своей будущей жены, невестки своей, мамы своей, говорит, мне нужно позвонить. У нас на территории, где я находился, не было возможности тогда позвонить в другой город. Нужно было проехаться на дизель-поезд, то есть, там не ходят электрички, дизель-поезд ходит, там, где я был. И нужно было в другой город проехаться, пару часов, чтобы туда пойти на узел связи, заказать, как тогда еще заказывали переговоры, позвонить своей маме, позвонить своей невесте, сказать, что он благополучно приехал, все хорошо. И прапорщик спрашивает, кто с ним поедет, кто повезет его. У нас были хорошие отношения с прапорщиком, и мы, когда куда-то ехали, по гражданке одевались, обычную одежду, не военную, и ехали себе спокойно, не переживая, что нас кто-то там остановит, какой-нибудь патруль, отчеты, бумажки, все эти. Мы на доверии с прапорщиком все это решали. И вместе со мной я был один верующий, вместе со мной был еще один христианин, Сергей его звали. Но вот у него, он так как бы назвался христианином, у него были трудности. Я не сужу его, не осуждаю, я не знаю, но вот он так как нагломился внутренне, хотя ничто ему не мешало оставаться христианином. И мы принимаем решение, что как бы вот из всех находящихся, здесь только вот он, ну вроде бы такой, кому можно доверить, этого Вадима, чтобы он его повез в этот город, позвонить родителям, что сказать, все нормально. А вот они поспали ночь, рано утром встают и уезжают. Вадим этот, приехавший, и Сергей этот, христианин. Но у Сергея этого были иногда склонности, вот он покуривал, и он говорил мне, когда мы с ним подружились, рассказал, что он раньше выпивал. Вот приходит, проходит день, вечер, нету ни одного, ни другого. Наступила ночь, 12, час, два, никого, ни одного, ни другого. Прапорщик уже садится на телефон, начинает обзванивать все отделения милиции, все больницы, скорые, которые в том городе находились, нигде никого нет. Уже под утро, под утро в одно из отделений больницы он звонит, ему говорят, вот здесь поступил один, мы не знаем, кто он, ну потому что идентифицировать документов нет в гражданской одежде, все, кто такой? Говорит, ну вот приезжайте, этот прапорщик меня поднимает, по форме одеваемся, едем на опознание там, в этот город, это у нас на Украине, мы приезжаем в этот город, вот прапорщик выходит, его всего так вот трусит, уже пожилой человек, я спрашиваю, что такое, что случилось, говорит он, а он не может ответить, вот стоит его тип, и он не может сказать, что случилось. Прошло где-то около часа, мы возвращаемся назад, в расположение нашей части, он немножко отходит, начинает говорить, говорит, Вадим не выживет, наверное, а я говорю, а что такое, он говорит, он без двух ног, парень моих лет, вот одну ночь только с нами переночевал, и потом, когда мы приехали, вернулись, буквально через короткое время возвращает этот Сергей, пьянючий до ужаса, не соображает ничего, мы у него говорим, ты где Вадима потерял, где Вадим, ты вообще знаешь, что случилось, а он ничего не знает. В общем, случилось так, что когда они поехали туда, он позвонил, все, и когда позвонил, этот Сергей предложил ему на радость их пойти там отпраздновать это все, крестьянин. В общем, они так отпраздновали, что вообще, как бы, в стельку пьяные, сели в электричку, в дизель вернее, и потом там была станция, узловая станция, где разъезд, и вот дизель поезд остановился, и этот Сергей с пьяну заснул, а Вадим вышел, ну, по неизвестным причинам, просто вышел на станции, и поезд поехал, и когда поезд поехал, он же начинает пробовать его догонять, не догнал, упал. Едет другой поезд, он пытается на него запрыгнуть, как очевидцы уже увидели, там рассказывают, он на него прыгает за эту ручку, его подбивает, одну ногу отрезает, он падает, начинает ползти, здесь сидит паровоз, одиночный, узловастый, начинает тормозить, и юзом едет, вторую ногу обрезает, ему там выше, выше, по бедру, по самое, это самое, тазобедренный сустав, по самое. И вот в таком состоянии, там те, кто увидели, сразу вызывают скорую, его отвезли в скорую, там мы ездили, всем расположением кровь сдавать, все, и вообще он умер, приехал за ним вертолет из Киева, там все командование на уши было поставлено. Этот прапорщик напился от горя и так избил этого Сергея, христианина, что тот ходил, я хоть и спортом занимался, никогда не видел квадратной головы. Но вот она вот, она так у него опухла, что он вот так избил ногами, что это ужас. Я думал, и папорщика посадят вместе с этим Сергеем. Я уже боялся, что и прапорщик мне вышел, что он на таких эмоциях напился, орал, бил того, закрыл двери, чтобы никто его не останавливал. Там поприехала куча комиссий, полковников, генералов наехало, там такое творилось, это ужас. В общем, итог такой, что вот христианин, или по крайней мере человек, который назывался христианином, он не то, чтобы привлек людей ко Христу, помог людям ко Христу, а вызвал такое вот чувство негатива, вообще понимания. Я вспоминаю, когда мои первые дни, когда я приехал в армию, и капитан спрашивает, ну, у кого есть вопросы? А мы стоим, такие еще только с поезда, нас привезли. Я так жалобно руку поднимаю, говорю, у меня есть вопросы. Он говорит, какие? Я говорю, я верующий. И он говорит, останься. Остался, и вот первое, что я услышал в свой адрес, мне говорят, бывали у нас такие уже верующие. Ну, вот эта фраза, бывали у нас уже такие верующие, я понял, что, ну, что тот, кто был передо мною, что он с именем Бога сделал? Я понял, что мне придется нелегко. Потому что я и так был желторотик еще тогда, только-только. И я понимаю, что вот Бог, Он очень об этом переживает. Очень переживает. Для Него это очень важно. Потому, ну, почему? Потому что понимание Бога людьми, Его характера, оно или ведет людей ко спасению, или представьте себе, что люди, думая о том, что знают Бога, когда Иисус обращается к фарисеям, говорят, что вы обходите море и сушу, чтобы найти хотя бы одного, но когда вы его находите, вот эту одну драгоценную душу. Вы помните, что на небесах происходит об одной душе кающейся? А Он говорит, а вы делаете эту одну душу кем? Сыном Гиены, с сыном погибели. И вот, что делает человека с сыном погибели? Ведь человек может искренне поверить в то, что ему рассказали. Но если он даже искренне верит, но это верование в какого Бога? В неправильном, ну в понимании, в неправильное понимание, то это приведет человека к погибели. Когда человек придет, скажет, вот, ну я же вроде бы знал, как, что? Он скажет, я тебя не знаю, ты не знал на самом деле. Вот, и есть одна такая, я забыл, как зовут автора, есть такая одна хорошая книга, Бог говорит, я думаю. Бог говорит, я думаю. Вот в этой книге, ну, я не помню автора, я просто помню название книги, Бог говорит, я думаю. Это старенькая книга, но в ней написано следующее, автор говорит мысль, что вот если вдруг случится суд, ну, он случится, и вдруг на этом суде человек скажет, я веровал так, как меня вот он научил, как проповедовал вот тот, то Бог, конечно, спросит того, кто это делал, потому что сам Иисус говорит, горе миру от соблазнов, но горе тому больше, через кого соблазн приходит, но Бог и спросит того, кто поверил в соблазн, потому что у нас была возможность что делать? Знать, знать Бога. Поэтому вот сегодня я хотел передать вам эту идею, чтобы вы проанализировали свою жизнь. Не все, конечно, у нас получается, и то, что мы порой ошибаемся, это не значит, что мы все, мы уже несем антиевангелие, но с другой стороны, вот то, что Бог говорит Давиду, да, ты покаялся, ты прощен, но ты подумай теперь, какой повод ты дал людям, когда ты сделал такую явную, открытую ошибку. Поэтому я хотел бы сегодня с вами молиться, призвать вас к тому, чтобы мы несли Евангелие. То, что помогает людям объединиться с Богом, а не ту Евангелие, которая антиевангелие, которая вызывает антипатию и нелюбовь к христианству вообще, такое нежелание знать о таком Боге и иметь отношение с Ним. Приглашаю вас для молитвы. Наш любящий Господь и Бог, мы всем сердцем своим благодарны Тебе, что Ты нас любишь и что Ты всеми своими путями, откровенными, через Писание, через Господа нашего Христа, через апостолов, через рабов Твоих верных Тебе представляешь нам истину о себе саму, потому что истина делает нас свободными. И Ты говорил в Иисусе, что тот, кто познает Тебя, кто познает истину, тот будет свободен, тот будет знать Тебя таким, каким Ты есть на самом деле. Мы просим Тебя, помоги нам, очень иметь то новое сердце. Ты дал обещание, что несмотря на то, что мы порой бесслабим Твое Святое Имя, Ты пришел, чтобы помочь нам. Ты готов дать нам это новое, плотяное сердце, внутрь которого Ты вложишь Дух Твой. Ты изменишь наше естество внутри, на стержень внутренний, так, что мы будем знать Тебя, так, что люди вокруг нас, как у пророка Захарии сказано, что десять разноязычных из разноязычных народов будут цепляться за край одежды и будут говорить, мы пойдем, чтобы мы услышали, что с вами Бог. Мы просим Тебя, чтобы наша жизнь несла Евангелие об истинном живом Боге, чтобы наша жизнь привлекала людей к Тебе, объединяла грешников со своим Спасителем. И прости нас, когда мы делаем ошибки и даем людям вокруг нас повод хулить Твое имя, когда мы несем неверное представление о Тебе. Мы просим Тебя, укрепи нас на путях Твоих, доверяем Тебе, наш любящий Господь. Даруй так, чтобы в жизни нашей, нашей семье прежде всего, наши родители, наши друзья, братья, сестры, те, которые вот рядышком, справа, слева от нас, в наших домах, квартирах, на рабочем месте, на учебном месте, чтобы они, общаясь с нами, видели у нас Тебя. Во имя Иисуса просим, чтобы радости на небесах было как много больше о спасенных и как можно меньше печали о тех, кто поднимает. И чтобы мы в этом не были виновны. Благослови также сейчас вот этих людей, которые, ну, что-то хотят узнать, о чем-то переживают, кем-то ведомы. Мы просим Тебя, чтобы Ты дал мир их ему сердцу и дал нам любви. Чтобы Ты успокоил эту ситуацию. Мы доверяем все Тебе. И мы просим Тебя, благослови нас на дальнейшую нашу встречу. Благослови, чтобы, если есть желающий, у нас был бы концерт, во славу Твоего имени. Чтобы люди, окружающие нас, приближались к Тебе, прославляя Тебя, как Ты сказал. Пусть светит Ваш свет, чтобы люди видели Ваши добрые дела и прославляли, а не хулили Отца нашего Небесного. Аминь.